Фонд капитального ремонта провалил годовой план работ в Сызрани. Об этом заявил председатель Сызранской думы, когда специалисты сообщили, сколько многоквартирных домов отремонтировано в 2019 году. В план было включено 164 дома, а отремонтировали всего 14, то есть капля в море, менее 10%. Аукционы по выбору подрядчиков не состоялись. Регоператор фонда капитального ремонта сообщил, что вся информация обновляется на его сайте. Честно сказать, нам не тепло, не холодно от того, что там он обновляется. Факт тот, что сборы-то идут, а капремонт нет. По разным обоснованиям. И все юридически обосновано, все нормально. Но капитального ремонта нет, а сборы есть. Подавляющее большинство жителей Сызрани исправно оплачивают квитанции за капитальный ремонт. И людей не волнует, по каким там причинам он не делается. В Сызранскую думу пригласили представителя фонда. Однако никто от регоператора не прибыл. Но прислали письмо с пояснениями. По состоянию на 1 сентября и с начала 2019 года, по фонду, тенденция следующая. Значит, начисленный взнос в 119 миллионов, из которых собственник помещения оплачен 126. Уровень собирательности 105-106%. По мнению руководства городского комитета ЖКХ, фонд установил слишком жесткие условия для работы подрядных организаций. И значительно задерживает им оплату работ. А авансом ни одна организация работать не соглашается. Не меньшее недовольство вызывает игнорирование мнения жильцов. Например, люди просят капитально восстановить сгнившие коммуникации. А деньги жильцов направляют на кровлю, которую недавно уже ремонтировала управляющая компания. Практически невозможно произвести замену вида работы. Значит, приведу пример. Приведу пример. Это, если не ошибаюсь, звездные 24, по-моему. Позапрошлый год у нас там лифт сгорел. Мы пытались его, значит, внести в план капитального ремонта по замене лифтов. Хотя и программа была, и фонды, и все было. Ну, бесполезно, значит, мы не пробили. Среди многочисленных недостатков назвали перенос сроков ремонта. Жильцы разных домов получают уведомления о переносе капремонта на 2050 год. По словам депутатов, в других городах губернии работой фонда уже занялась прокуратура. Но разбираются по жалобам в каждом конкретном доме. В Сызрани предложили действовать так же. Здесь детально, предметно по всем адресам надо разбираться. Объяснять по части адреса, как по нефтепроводной, где уже там второй год подряд людей получается обман. Объяснять нечего. Нам нужны представители с фонда. В связи с критической ситуацией по выполнению плана по капремонту, депутаты решили обратиться в губернскую думу и в профильные министерства. Анатолий Волошинский, Дмитрий Медведев, Вести детально.